Одесса – это город 365-дневного посещения. Туризм круглый год в Одессе процветает, хотя, как в любом туристическом городе, у нас есть, безусловно, высокие сезоны, и, безусловно, к нему относится летний период времени, тогда, когда люди приезжают именно как в курортный город. Но Одесса – это отнюдь не только курорт. Поэтому мы приготовим огромное количество проектов. В течение года у нас проходят более тысячи мероприятий в городе. Они расположены на самых различных локациях, и на концертных площадках, театральных студиях, выставочных, концертных залах. Но огромное количество степлого периода времени у нас проходит проектов Open Air, когда человек, гуляя по историческому центру, может стать свидетелем целого ряда проектов. Вот назову только некоторые, то, что нас ожидает в июне. 1-2 июня – огромный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. На всех локациях города, ну, конечно, в центральной части города, бесплатные аттракционы, бесплатные угощения. В качестве звезд у нас Open Kids – хорошо известная молодежная группа, для детей очень интересно, и «Мозги с Потапом». Это хедлайнеры 1 июня. С 1 июня у нас начинается колоссально интересный, на наш взгляд, проект. Это Одесса Classics с 1 по 10 и 8 числа на Потемкинской лестнице. Всех нас ожидает потрясающий Open Air с берлинским симфоническим оркестром, с звездами мировой классики, которые будут работать бесплатно для жителей и гостей города. Закончился только у нас Одесса Classics, и начинается первый международный фестиваль-конкурс скрипачей, на который поданы заявки участников из 18 стран мира. Это тоже будет праздник классического, музыкального классического искусства. После этого мы начинаем наш любимый проект, который называется «Хочу в Одессу». Борды «Хочу в Одессу» расклеены уже не только по многим городам Украины, но и в некоторых европейских странах, в которых у нас есть прямые перелеты. И мы ожидаем гостей на этот проект, потому что с 21 числа по 30-е, то есть практически 10 дней, в Одесса превращается в фестивальную площадку. В рамках этого проекта пройдет удивительный проект «Немые ночи» 28-29 в Зеленом театре. Пройдет совершенно потрясающий фестиваль классической музыки Black Sea Fest, который организовывается национальным симфоническим оркестром во главе с Хобартом Эрлом. Пройдет потрясающий проект электронной и танцевальной музыки «Остров» на побережье в районе скалодрома. Пройдет Fusion Fest, где будет играть балканская музыка. Пройдут широкие празднования Дня Конституции, где будет очень много многонациональных коллективов и культурных представительств. И многое-многое другое. На самом деле на сайте города и на сайте департамента размещен так называемый календарь событий фестивалей. Их слишком много для того, чтобы перечислять их в устном формате. И мы приглашаем всех. Более того, у нас напечатаны специальные программы с картами. И эти программы на пяти языках. Английский, немецкий, французский, польский и китайский. Судя по тому, какое количество туристов к нам увеличивается, чье присутствие увеличивается в нашем городе. И должна сказать, что традиционным фестивалям, таким как международный кинофестиваль, который везет в город огромное количество людей, к юморине, к дню города, к фестивалю джаза, к фестивалю степа, к вышиванковому фестивалю, прибавляются, улучшая эти фестивали, прибавляются все новые и новые проекты. Одесса, в общем-то, этим славна, и мы намерены эти наши традиции развивать. При этом мы присутствуем на крупнейших международных выставках, национальным стендам, в составе национальных стендов. Мы принимаем большое количество промо- и пресс-туров. И это позволяет привлекать в Украину в целом. Потому что вот у нас сейчас готовится параллельно и визит итальянского промо-тура, американской торгово-промышленной палаты, китайских туроператоров, которые рассматривают визиты в Одессу сразу многокомпонентными. Не только в Одессу, но и Киев, Одесса и Львов, как самые, например, яркие дестинации Украины. Мы в очень тесном содружестве с нашими коллегами, с муниципалитетами других городов. В общем-то, вместе разрабатываем стратегию продвижения страны. И я уверена, что у нас все получится.